В этих стенах рождается будущее. Инициативная группа создает предварительные эскизы парка 300-летия Барнаула. Здесь не будет шумных аттракционов. В основе концепции – тихий ламповый семейный парк. Недавно парк вошел в список на голосование на благоустройство в 2025 году. Мы хотим концепцию, которая родилась не одномоментно, скажем, по чьей-то прихоти, а это концепция, которая построена на многих социальных опросах. Это и общественное мнение, и профессиональное мнение. Концепция, она вот именно из этого складывается. Ну и плюс еще мы хотим, чтобы все-таки у парка была идея, чтобы это был не просто прогулочный парк с дорожками, а чтобы у него была какая-то глобальная идея. Над эскизами начали работать еще в январе. Времени осталось не так уж и много – до середины марта. Кстати, над проектом помимо архитектора Андрея Таджанова трудятся и студенты Института культуры. Важно собрать аналоги, посмотреть примеры разработки парков в нашей стране, за рубежом, в принципе, какие архитектурные решения. Одна из главных фишек – это то, что именно мы цитируем образы и архитектурные какие-то сооружения. Например, вот лестница Казарина, речной вокзал – это объекты, которые уже утеряны на данный момент и, скорее всего, уже не восстановят никогда. Молодые люди занимаются проектом на своем энтузиазме, то есть бесплатно. Поэтому группа активистов, которая изначально переживала за судьбу пустыря за Европой, решила открыть сбор средств, чтобы хоть как-то отблагодарить архитекторов. Средства собираются на символическую оплату труда, потому что времени занимает это очень много. Как можно помочь? То есть где идет сбор средств? На платформе «Планета» сбор идет. У нас в соцсетях указаны ссылочки. Народное интернет-голосование за благоустройство территории пройдет весной этого года. В свое время победа в этом конкурсе помогла изумрудному и юбилейному. У будущего парка за Европой тоже хорошие шансы на победу. Самый густонаселенный район города ждет парк уже не одно десятилетие. Район этот все гуще населяется, а парков там, как мы знаем, больше не становится. Поэтому это такая закономерная история. Ну вот, время так подошло и все совпало. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.